С наступлением лета озеро Кенон пользуется необычайной популярностью. Многие читинцы спешат сюда, чтобы поплескаться в теплой воде, понежиться под лучами солнца или просто устроить фотосессию. Но мало кто знает, что еще в начале 20 века здесь находился погост, то есть сельское кладбище. Ну, кладбище я знаю еще это с детства, так как тоже маленькие по местности по своей бегали и играли. И тогда еще увидели и родные рассказывали, что здесь кладбище. Ну и в дальнейшем просто все это находили своими глазами, видели, видели, как обсыпается песок и из песка начинают появляться гробы. Место для упокоения было выбрано не случайно. По воспоминаниям читинцев, буквально в нескольких шагах от Кенона возвышался храм. Исследуя обычаю, в последний путь отправлялись именно у его подножия. Со сменой власти святыня была уничтожена, как и кладбище. Вместо него стали появляться дома и воинские части. Однако от погребального чина не отказались. Здесь и сейчас можно отыскать могилы, существующие с 40-х годов. Вековые же памятники уже давно ушли под землю. Ты меня оставил и плакать заставил. Таких могильных плит здесь сотни. Старое кладбище привлекает и местных жителей. По легенде, именно здесь находится клад. Сказание, бытующее среди населения, стало завораживающим для детей. Вот они и копают землю в надежде отыскать ценности. Золото не находят, но найденные кости так и оставляют на поверхности. Однако несказанным спросом место бывшего кладбища пользуются и у старшего поколения. Я много видел, даже по три человека за раз. То есть люди с мешками приезжают, насыпают песок, грузят свои машины и уезжают. Может, они что-то штукатурят, стены, полы. Для ремонта, в общем, набирают. Тем самым создавая опасность для читинцев. Вышедшие наружу останки часто попадают в водоем, служащий для местных, излюбленной забавой на отдыхе. Люблю это озеро, сам постоянно здесь купаюсь. Как-то даже из воды череп вымыло, то есть даже из воды на берегу прям валялся. Это сильные волны были, я был маленький. Удивительно, но о том, что здесь под ногами покоятся наши предки, знают немногие. Вот горожане и спешат сюда по выходным. От здешнего вида на чету захватывает дух. И чувствуется уединение и покой. Возможно от того, что место не для увеселения, а для скорби. Сегодня здесь появляются иные могилы. Теперь для домашних животных. Ника Новак, Николай Шенков, ЗАП-ТВ.